ТЕЛЕУРОК Здравствуйте, ребята! Рада приветствовать вас на уроке Родиноведения. Тема урока «Дорога в школу». Сегодня на уроке усвоите правила дорожного движения, которыми можно пользоваться по дороге в школу. Узнаете историю возникновения светофора. Познакомитесь с элементами дороги. Город, в котором с тобой мы живём, можно по праву сравнить с букварём. Азбукой улиц, проспектов, дорог. Город даёт нам всё время урок. Вот она, азбука, над головой. Знаки развешаны вдоль мостовой. Азбуку города помни всегда, чтоб не случилась с тобой беда. Чтобы сохранить своё здоровье и жизнь, чтобы не мешать движению транспорта, каждый человек должен строго соблюдать правила дорожного движения. Куда бежит, сама не знает. В степи равна, в лесу плутает. Спотнётся у порога. Что это? Дорога. Дорога, обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств, полоса земли, либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя проезжую часть и тротуар. Как вы думаете, для чего люди разделили дорогу на проезжую часть и тротуар? Для безопасности пешеходов. Французское слово тротуар так и переводится. «Дорога для пешеходов». Тротуар сделал немного выше, чем проезжая часть. Это для того, чтобы на него даже нечаянно не мог попасть автомобиль. В тех местах, где особенно людно, тротуар отделяют от мостовой металлической оградой, чтобы пешеход случайно не зашёл на мостовую. Чтобы ходить ничего не боясь, придумали люди проезжую часть. И делать там нечего пешим. Проезжая часть – это часть дороги, предназначенная для движения транспорта. У пеших своя пешеходная часть, где нету дороги проезжим. Тротуар – это часть дороги, предназначенная для движения пешеходов и примыкающая к проезжей части. Кто из вас переходит улицу, когда идёт в школу? Сегодня мы с вами поговорим о том, как нужно правильно переходить улицу. Отгадайте первого помощника, который нам встречается чаще всего. Вдоль дороги друг стоит, что нам делать, говорит. Вместо слов «зимой и летом» светит нам он разным светом. Это светофор. Всем нам знаком светофор. Стоит он на пешеходном переходе, да попеременно глазами своими разноцветными сверкает. Давайте назовём их. Красный сигнал светофора запомни, друг, на красный свет через дорогу хода нет. И будь внимателен в пути, всегда на светофор гляди. Жёлтый свет светофора. Жёлтый свет – предупреждение. Жди сигнала для движения. Зелёный сигнал светофора. А за ним зелёный свет. Вспыхнет впереди. Скажет он, препятствий нет. Смело в путь иди. Мы каждый день встречаем светофор и даже не задумываемся, а как появился светофор. Вам интересно? Тогда вперёд! Светофор – слово греческое, означает «несущий свет». История светофора началась в 1868 году в Лондоне. На улицах стало появляться много машин. Именно тогда у здания английского парламента в Лондоне был установлен такой аппарат. Светофор представлял собой усовершенствованный семафор. Это было устройство башенного типа с двумя семафорными стрелками, которым управлял специально приставленный человек. Сигналы этого светофора предназначались не для пешеходов, а для едущих по проезжей части транспортных средств для облегчения перехода пешеходам дороги. Главным недостатком первых светофоров было то обстоятельство, что для управления ими требовался человек. Поэтому нельзя было обеспечить светофорами большое количество улиц в городах. Поэтому изобретатели направили свои усилия на создание автоматических устройств для регулирования дорожного движения. Считается, что первую подобную систему создал Эрнст Сирин в 1910 году. При этом она использовала систему табличек с надписями «Стоп» и «Приступать» или «Продолжать», которые, соответственно, запрещали и разрешали движение. Эта система не использовала подсветки, что затрудняло её использование в тёмное время суток. Светофоры того времени отличались от привычных нам. Они были похожи на часы. Стрелка указывала на цветовое поле. Водители и пешеходы выполняли её команды. В современном же виде светофор был создан в 1912 году изобретателем из штата Юта Лестером Вайером. Он уже работал на электричестве и имел два светильника круглой формы – зелёного и красного цвета. Почему же для светофора выбрали именно эти цвета? Оказывается, красный, жёлтый и зелёный свет хорошо виден и днём, и ночью, и в дождь, и в туман. Красный цвет расположен всегда сверху, потому что он самый важный. Зелёный свет иногда мигает. Это для того, чтобы было лучше видно. Он предупреждает – скоро зажжётся красный. 5 августа 1914 года считается днём рождения первого электрического светофора. Закон улиц очень добрый. Он охраняет от несчастья, бережёт жизнь, но он очень суров к тем, кто его не выполняет. По дорогам мчатся машины, пассажирский транспорт. Отгадайте, какой? Что за чудо длинный дом? Ребятишек много в нём, носит обувь из резины и питается бензином. Конечно, это автобус. Телеурок Удивительный вагон. Посудите сами. Рельсы в воздухе, а он держит их руками. Это троллейбус. К остановке подъехал автобус. Из него выходит пассажир. И ему надо перейти дорогу. Как ему обойти автобус? Спереди или сзади? Запомните, стоящий автобус надо обходить сзади. А как обходить троллейбус? Запомните, троллейбус тоже надо обходить сзади. Стоящие у тротуара машины, автобусы или троллейбусы нужно обходить сзади. Но лучше не торопиться, а подождать, когда транспорт отъедет от остановки. Тогда дорога будет хорошо видна в обе стороны. А как вы думаете, как надо обходить трамвай? Вы скажете, в нашем городе нет трамваев. Зачем же нам с вами знать, как обходить трамвай? Вы можете поехать в другой город, а там будут трамваи. Запомните, трамвай надо обходить только спереди, для того, чтобы не попасть под встречный трамвай. Как перейти с одной стороны улицы на другую, если нет светофора? Переходить через улицу можно только в специально предназначенных для этого местах. Переходы через улицу обозначены линиями, разметками на проезжей части. И такие переходы называются зеброй. Я хочу предупредить вас о том, что переходить улицу надо спокойно, не выскакивать на проезжую часть, а внимательно посмотреть по сторонам, проверить, все ли машины уже остановились. На дорогах, где большое движение транспорта, пешеходные переходы делают над дорогой. Это надземные переходы. В крупных городах, на улицах, где большое движение, пешеходные переходы делают под землей и называют подземными переходами. Места этих переходов указывают дорожными знаками. Это знаки специального назначения, как правило, выполняются в виде прямоугольника с голубым фоном. Они сообщают об особенностях дорожной обстановки или расположения на пути следования, обозначенных на этих знаках объектов. Пешеход, пешеход, помни ты про переход подземный, надземный, похожий на зебру. Знай, что только переход от машин тебя спасет. Давайте поиграем в игру. Доскажи словечко. Если вы были внимательны на уроке, то обязательно справитесь с ответами. Если ты спешишь в пути, через улицу пройти, иди, где весь народ, там есть знак, есть переход. Объяснить надо запросто, будь ты мал или стар, мостовая для транспорта, для тебя тротуар. Там, где есть машин поток, дорожных знаков много, постовой светит свисток, значит, там дорога. Если ты спешишь домой, не беги по мостовой, не цепляйся за трамвай, и другим не разрешай. Ребята, запомните правила пешеходов. Первое. Будьте дисциплинированными на улице. Второе. Ходите только по тротуару. Третье. Переходите улицу только в специально предназначенных для этого местах. Четвертое. Не устраивайте игры на проезжей части и тротуаре. На улице будьте внимательны, дети. Твердо запомните правила эти. Правила эти помни всегда, чтоб не случилось с тобою беда. Наш урок подошел к концу. Ответьте на вопросы. Кого называют пешеходом? Что такое дорога? Для чего предназначен тротуар? Почему для светофора выбрали именно эти цвета? Вместе с родителями начертите на листе бумаги безопасный путь из дома в школу. Он еще называется маршрутным листом. И вклейте его в свой дневник. А я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова